Девушки отдыхают Так что, возможно, те самые строчки у лукоморья дуб зеленый родились именно здесь Но что мы знаем точно, в 1972 году дереву присвоили статус памятника природы Жители и гости Симферополя, которые приходят отдохнуть под раскидистыми ветвями дуба, относятся к богатырию с почтением Естественно, их надо охранять, это же память Таких деревьев вообще по Крыму можно по пальцам насчитать Этому дубу ориентировочно 750 лет Его младший брат растет рядом, в том же парке, только на поляне сказок Но оказывается, если не знать дату посадки дерева, понять его точный возраст довольно непросто Или бурить ствол, что вредит растению, или дождаться, когда оно засохнет и погибнет, как эта ель в ботаническом саду Возраст этого растения оценивался порядка 200 лет После гибели этого растения были посчитаны годичные кольца Каждое годичное кольцо, это вот полосочка темная и светлая Это отложение камбия за один год, за один сезон После того, как посчитали внимательно эти кольца, было обнаружено, что это дерево несколько моложе и было посажено в 1895 году Сейчас же в этих местах растут и чересчеты и дубы, как в детском парке Это остатки естественной растительности, которая была представлена еще для домассового поселения человека на территории нынешнего Симферополя А дубовые рощи занимали всю долину Салгера И на данный момент, как разрастался город, большая часть этих растений были уничтожены Поэтому о тех, что сохранились, заботятся особенно Часто приходят к таким деревьям и желающие подпитаться энергией Симферополец Андрей Шакун уверен в положительном влиянии дуба И вы можете попробовать, почувствуйте его силу, мощь А как правильно настроиться, чтобы все это почувствовать? Нужно на время остановить свои мысли и почувствовать силу Ну что почувствовали и готовы переместиться на улицу Фрунзе Здесь, во дворе многоэтажки, растет еще один памятник природы Каштан Конский, связанный с именем известного русского врача, ученого и общественного деятеля Федора Мельгаузена Этот каштан доктор Мельгаузен посадил в 1829 году как семейное мемориальное дерево В одну лунку он положил по количеству своих родственников несколько плодов, которые позже срослись в пятиствольное мощное единое растение Которое до сих пор цветет и плодоносит, напоминая об истории нашего города Ну а сейчас задача стоит уже перед нами Сохранить и приумножить это природное достояние Екатерина Серегина, Андрей Псом, утро нового дня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok